Good morning, children! How are you today? Доброе утро, дети! Как ваши дела? I hope you are good. Я надеюсь, что у вас всё хорошо. Теперь, ребята, сегодня у нас с вами урок будет посвящён закреплению и повторению. Мы с вами прошли тему The Natural Environment. Это большой раздел, который посвящён окружающей среде. Сегодня мы с вами поразгадываем кроссворды, а также выполним несколько упражнений. Давайте приступим. Open your books at page 100 and 100 and 1. Прежде чем мы начнём сегодняшний урок, давайте потренируемся с некоторыми звуками. На странице 101 посмотрите на упражнение четвёртое. Sounds spot. Listen, point and repeat. Послушай, покажи, а также повтори. Then read. Затем прочитай. Две буквы, буква С и буква Эйч, когда соединяются, дают звук Ш. Ш. В слове ЩИП, овечка, и в слове БРАШ, щётка. Давайте послушаем. А теперь давайте послушаем полные предложениями с этими двумя словами. А щИП with a БРАШ. Овечка с щёткой. Или с кистью. А теперь, ребята, приступим к нашему основному уроку. На странице 100 упражнение первое. Page 100, exercise 1. Checkpoint 7. Do the crossword puzzle. Реши кроссворд. Все вы любите разгадывать кроссворды. А теперь давайте попробуем отгадать эту головоломку. Across and down. Все мы знаем, что across – это у нас идёт по горизонтали, то есть вдоль. А down – это у нас по вертикали, то есть сверху вниз. Обратите внимание, и, соответственно, идут цифры, и идут картинки к данным цифрам. Начнём с первого. Первая у нас на картинке изображена, все мы знаем, это рыбка. Рыбка как у нас будет? ФИШЬ. А давайте попробуем её написать. Ф, АЙ, С и ЭЙЧ. Вот как раз мы сегодня с вами проходили данные две буквы, С и ЭЙЧ, когда соединяются, дают звук Ш. ФИШЬ. Давайте проверим. Всё правильно. Следующее слово начинается на букву С. Посмотрим на картинку. Это у нас змея. Давайте попробуем её написать. С, ЭН, ЭЙ, КЕЙ и непроизносимое гласное И. СНЕЙК. Я уверена, все вы справились. Верно. Теперь у нас есть самое коротенькое слово, которое состоит из трёх букв. И все вы знаете этого животного. Это у нас КОШКА. КОШКА по-английски будет КЯТ. ЭЙ уже есть. Сейчас мы пишем просто ТИ. Верно. Замечательно, ребята. Теперь, так как у нас последняя буква упала на цифру 5, давайте попробуем отгадать это слухо. Смотрим на картинку. По горизонтали это у нас ЛОШАДЬ. ЛОШАДЬ как будет на английском? ОФ КОРС. ХОРС. ЭЙЧ. И непроизносимое гласное И. ХОРС. Верно. Идём дальше. Цифра 4. Посмотрим внимательно. Это у нас что на картинке? Это у нас ШИМПАНЗЕ. ШИМПАНЗЕ на английском будет... Конечно же, я думаю, все вы угадали. Это будет ЧИМП. Начинается слово с буквы СИМП. Далее, ЭЙЧ уже нам написано. АЙ. ЭМ. И ПИ. ЧИМП. ЛЕТС ЧЕК. Давайте проверим. Всё верно. Теперь нам идёт подсказка на данную букву, на цифру 6. Начинается у нас слово, да? Посмотрели на картину. Как вы считаете, что это? Конечно, это же у нас кролик. Кролик на английском будет РАБИТ. Давайте попробуем написать. Р. Дано. ЭЙ. БИ. БИ. Дабл БИ. Двойной БИ. АЙ. И буква ТИ. РАБИТ. Всё верно, ребята. Теперь следующая идёт цифра 7. 7, это что у нас на картинке изображено? Это же, конечно, птица. Птица на английском будет, я уверена, все вы уже угадали. Птица будет БИТ. БИ. АЙ. АР. ДИ. ЛЕТС ЧЕК. Всё верно. Дальше. Мы идём немножко не по порядку. Мы идём по нашим подсказкам. Верно? Теперь посмотрите. Последняя буква упала на цифру 9. 9 у нас на картинке. Что нарисовано? Здесь у нас ПОПУГАЙ. ПОПУГАЙ на английском будет как? Верно. Я знаю, что вы все знаете. Будет ПАРОД. ПИ. А. А. ДАБЛ Р. ДВЕ БУКВЫ АР. Когда мы говорим ДВЕ БУКВЫ, мы говорим ДАБЛ. ПАРОД. ЛЕТС ЧЕК. Всё верно. И наше последнее слово начинается... Нет, не начинается, вернее. В нём присутствует буква АР. Восемь – это на картинке у нас что? Это же, конечно, лягушка. Мы знаем, как будет лягушка на английском. Of course. Лягушка будет ФРОГ. Э. АР уже есть. И буква Г. ВЕРЬ ГУД. ЛЕТС ЧЕК. Итак, ребята, мы с вами со всем заданием справились верно. А теперь вы должны всё это себе написать в ваши кроссворды. Я думаю, вы хорошо с этим справитесь. А теперь давайте приступим к следующему заданию. ЭКСЕСАЙЗ ТЮ. МАЧЬ ЗЕ СТИКЕРС. СОЕДИНИ СТИКЕРЫ. Посмотрим внимательно. Здесь у нас идут времена года. Времена года будет СЕЗОНС. Давайте ещё раз все времена года повторим. СПРИНЬ. ОТЦАМ. УИНТЕ. И САММЕ. СПРИНЬ. ВЕСНА. ОТЦАМ. ОСЕНЬ. УИНТЕ. ЗИМА. И САММЕ. ЛЕТО. Давайте всё это теперь попробуем приклеить. Начнём с первой картинки. Здесь у нас идёт бабочка. Когда всё цветёт, это, конечно, будет СПРИНЬ. ВЕСНА. Верно. Второе у нас идёт. ОСЕНЬ. ОТЦАМ. ОТЦАМ. ВЕРНО. Третье. СНЕГОВИЧОК у нас ВИНТЕ. ВЕРЬ ГУДД. И ЭНДЗЕ ЛАСТ. И самое последнее у нас идёт САММЕ. 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 ВЕРНО. 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 ТРО each and one. САММЕР. ВЕРНО. 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 лазает. Верно? На второй картинке девочка танцует, здесь поёт. Здесь плавает, а здесь танцует. Здесь девочка прыгает как бы неудачно, а здесь поёт. Теперь давайте все это вместе послушаем и отметим. А теперь давайте ещё раз послушаем и уже будем выбирать. 1. He can't climb. Он не может лазать. Значит, вот это картинка. Следующая. 2. He can sing. Он может петь. Я думаю, что это картинка. 3. She can dance. Она умеет танцевать. 4. She can't hop. Она не может подпрыгивать. Я думаю, что это. 4. Okay. Let's check. А теперь давайте всё проверим. Мы всё отметили верно. Very good. Очень хорошая работа, ребята. А теперь, ребята, на странице 101 у вас внизу на странице 101 my smiles report. Что вы поставите данному уроку? понравился ли вам урок? Всё ли вам было понятно? Звёздочка, если вам всё было понятно? 3. Треугольник, если вы испытывали какие-то трудности. 3. И квадрат, если вам всё было непонятно. 4. Goodbye, children. До свидания, ребята. До скорой встречи. See you soon.